Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я постараюсь подробно, но коротко дать вам вводную информацию о поступлении в зарубежные университеты. Сегодня мы обсудим с вами Китай, Гонконг, Сингапур, Малайзию и Южную Корею. Как основные страны Азии, куда стремятся наши студенты и какие запросы мы получаем. Презентация продлится около часа. Я постараюсь сильно вас не задерживать. Прошлое, я знаю, было очень долгой. И если что, у вас просто будут вопросы, я на них отвечу, если кто дополнительно захочет остаться. Итак, я работаю в компании Старая Академия. Меня зовут Кузна Ольга. И я занимаюсь помощью в поступлении иностранных студентов в зарубежный университет уже более 15 лет. Сама я закончила программу магистратуры в Великобритании. Получила рабочую визу, работала там по категории высококвалифицированного специалиста. И вот уже там долгие годы занимаюсь поступлением студентов. Также и на программу магистратуры, докторантуры и топовые университеты, стипендиальные программы. Конечно, в основном у нас есть большой опыт работы за эти годы по поступлению в Америку, естественно, Великобританию, Канаду, Австралию, европейские страны. Но в последние годы все больше и больше студентов интересуется обучением в Азии. Не только в последние два года, но гораздо дольше. Поэтому студенты в эти страны у нас тоже есть и уезжают учиться. Итак, сегодня мы поговорим про Азию и почему, собственно, обучение в азиатских университетах становится все более популярным. Во-первых, конечно, это стоимость обучения и расходов на проживание. Эти расходы гораздо более доступны, чем в классических странах, таких как США или Австралия, например, Великобритания. И даже во многих случаях доступнее, чем обучение в Европе. Более доступное проживание. Что это значит? Нет таких проблем с проживанием, как во многих странах Европы. На рынке жилья в Европе сейчас довольно большие сложности уже последние 2-3 года. В некоторых странах из-за проблем с поиском жилья краткосрочного для иностранных студентов местные власти и муниципалитеты ограничивают поток студентов во избежание этого жилищного коллапса. Например, Голландия и Канада, это уже на государственном уровне, они планомерно сокращают количество иностранных студентов и квотируют места. Канада квотирует количество студентов согласно провинциям. Голландия сокращает приемы иностранных студентов через сокращение программ на английском языке и тоже введение определенных квот для университетов. Чтобы иностранных студентов было не так много, так вот в Азии таких больших проблем нет, кроме, наверное, Гонконга. Но там большая сложность немножко другая в том, что просто тип проживания немного не такой, к которому мы привыкли. То есть, скажем, в том же Гонконге или в Южной Корее комнаты гораздо меньше, проживание гораздо скромнее, чем, например, привыкли мы в России. А так проблем больших с жильем нет. Конечно, это широкие возможности учиться на английском языке в некоторых странах Азии. Например, в том же самом Гонконге или Сингапуре программ на английском языке больше, чем в Европе. Если мы не берем Великобританию или Ирландию, то в классической континентальной Европе там программ на английском меньше, чем в некоторых странах Азии. Это и карьерное преимущество. За счет изучения азиатского языка, то есть в любом случае студенты, уезжающие в Азию, даже если они учатся на английском, в итоге все равно учатся, например, китайский или корейский язык, работают в этой культуре. И, соответственно, это достаточно популярно, во-первых, и у самих европейцев ехать на обмен и учиться в Азии именно за счет того, чтобы потом строить какие-то бизнес-отношения с этими странами и, соответственно, работать в этой сфере. По разным оценкам вклад азиатских стран в мировой ВВП составляет от 40 до 50%. Конечно, сюда включена Индия, которую мы здесь не обсуждаем, как одна из крупнейших экономик Азии. Но в любом случае в Азии много компаний и производств, но не только производства, в том числе и банковских организаций, и широкий, естественно, IT-сектор. Также по оценке PricewaterCoopers Китай к 2030 году будет одной из, ну, вообще, в принципе, крупнейшей мировой экономикой, а в 20-ку также войдет Малайзия, да, которую мы сейчас обсуждаем, Индонезия, Таиланд. Таиланд, сегодня мы о нем не говорим, но в Таиланд, Бангкок также у нас уезжают студенты, просто их не так много. Исходя из всего этого, опыт учебы и работы, да, или практики в азиатских странах – это инвестиция в будущее. В Азии также довольно много рейтинговых университетов. Несмотря на то, что традиционно, да, верхушку рейтингов, естественно, занимают такие страны, как США, Австралия, Германия, Великобритания, тем не менее, та же Южная Корея или Сингапур занимают 19-20 место в рейтинге лучших стран для образования мира. Визовый процесс в Азии гораздо более легкий и гораздо более быстрый. Большинство виз оформляют университеты самостоятельно за студента в большинстве стран, поэтому и за виз тоже многие выбирают поступление в Азию. Естественно, да, есть программа двойных дипломов и трансфер. Что это значит? Программа двойных дипломов выбирают довольно часто студенты, которые едут, например, в Малайзию и Сингапур. В Малайзии, как бывшая британская колония, во-первых, там, естественно, широко распространен английский язык. В принципе, все население говорит, конечно, на своем, немножечко английском, но на английском языке, вот, своим определенным акцентом. И поэтому, например, в Малайзии много британских университетов, либо местные университеты имеют двойные дипломы с британскими вузами, и некоторые студенты едут в Малайзию специально, чтобы начать там обучение, а закончить его уже в Великобритании. Таким образом, сэкономить за первые два года образования в Малайзии, один или два года доучиться в Англии, и, соответственно, получить там право на работу, уже устроиться на работу там. Таким же образом, есть двойные дипломы, например, в Южной Корее, это часто с Америкой. Понятно, да, что Южная Корея довольно американизированная страна, и имеет там и представительство, и прочее, то есть у них большие связи с США. В Сингапуре в основном студенты едут, ну, вот, которые хотят именно двойное диплом или делать трансфер, перевод в другие страны. Сингапур имеет большие связи с Австралией, да, то есть начинает учиться в Сингапуре, потом переводится в Австралию и заканчивает образование там. Вот это и есть программа двойных дипломов, либо трансфер. Двойной диплом, когда вы заранее знаете, что эта программа идет, например, 2 плюс 1, 2 в Малайзии, год в Англии, а трансфер, когда вы просто поступаете, например, в государственный университет того же Бонконга или Сингапура, с прицелом на то, что там через год, через два, вы, в зависимости от того, как хорошо вы будете учиться, какие у вас будут оценки, переведетесь в какую-то из, например, европейских стран. Ну и в Азии несколько дат начала обучения в году, там немножко сдвинутые графики. В Южной Корее два раза, октябрь-март, сентябрь-март, да, смотря какой ВОЗ. В Малайзии бывает до четырех дат начала обучения в году, в Китае обычно тоже два. А по критериям выбора, да, куда студенты выбирают поступать, процесс поступления, конечно, начинается не с подготовки документов, а еще раньше, да, на момент выбора страны, момент выбора университетов и, соответственно, и специальности. Все это идет по, соответственно, весь этот выбор строится, исходя из разных комбинаций факторов, да, университет выбирает часто исходя из рейтингов, специальности тоже, рейтинги, где какие деньги можно зарабатывать, выбор страны идет на основании тех же самых рейтингов или экономических особенностей, да, этой страны, то есть возможности трудоустройства и прочее. И давайте мы кратко эти факторы рассмотрим дальше. Если мы говорим о рейтингах, то здесь вы видите на этом слайде разбивку по странам, включенным, то есть какое количество университетов каждой страны включено входит в топ-300 университетов мира. И это, ну, как бы рейтинги для российских абитуриентов родителей являются очень важным, конечно, моментом, но, да, при выборе университетов надо смотреть не только это. Так вот, если мы смотрим табличку по странам, то самое большое количество рейтинговых вузов, естественно, традиционно будет в том же США или в Англии или в Австралии, как ни странно, во Франции, да, и гораздо меньше даже в том же, чем в той же Малайзии, ну, или столько же, да, во Франции, как, например, в Гонконге или в Малайзии, хотя Франция очень тоже популярная страна для высшего образования. Такой традиционный верхушка, да, всегда занята этими университетами, ну, и не зря дело в том, что в этих странах образование внесено в, входит в торговый сектор, то есть является категорией экспорта, да, то есть это товар, который делается для клиентов и приносит прибыль стране. Однако оценивать страны по этому фактору, конечно, нельзя, то есть отсюда мы не можем сделать вывод, что, естественно, надо учиться только в США, потому что в США наибольшее количество университетов входит в те же топ-300. Нет, это не так. Дело в том, что, ну, во-первых, в США более 4 тысяч университетов, и в той же Англии, например, около 160, отсюда мы имеем довольно большое количество вузов в рейтинге. У кого еще слайды не переключаются, или... Напишите, пожалуйста, вы видите, как я переключаю слайды? Ой-ой-ой. Вы видите только меня. Так, секундочку. Сейчас, секунду. Давайте попробуем еще раз. Если мы с вами оставим маленький экран, вот, например, так. Так, сейчас вы видите? Сейчас вы видите. Давайте тогда оставим маленький, я думаю, вы все равно сможете прочитать, что написано. Окей, все. Так, ну и, соответственно, да, исходя из этого, мы не можем сказать, что все-таки надо вот учиться именно в Англии, или именно в Америке, или именно в Австралии, потому что вот здесь университетов больше всего, да, то есть все-таки в той же Южной Корее гораздо меньше университетов, в той же Малайзии, а в том же Гонконге, он у меня здесь не выделен, забыла я это сделать, но вот Гонконг, зелененькая строчка, шесть университетов Гонконга входят в топ-300, а в Гонконге вообще государственных университетов, ну, максимум 15, да, поэтому это не такой, как бы, прямой показатель, да, но мы видим, что университетов много. Здесь вы видите рейтинги вузов только конкретно Азии, которые входят в топ-100 университетов мира, здесь их много, как вы видите, а где Сингапур? Сингапура немного, вот смотрите, как раз здесь, там у нас было 300, да, то есть поступил вопрос, где Сингапур, здесь топ-300 университетов мира, здесь у нас их 100, и тут только Азия. Как вы видите, в 100 включены два университета Сингапура, вот, в 300 их входит, наверное, около пяти, мне кажется, поэтому они туда просто не вошли, в ту табличку, но тем не менее, да, университетов азиатских здесь много, тот же Гонконг, например, здесь вот практически половина вообще всех университетов Гонконга входит в топ-100 университетов мира. Если мы посмотрим специальности по, то есть рейтинг по специальностям, да, то здесь мы видим, сколько университетов азиатских, наших, именно интересующих нас стран, входит в топ-100 университетов мира по каждому конкретному направлению, да, и, естественно, нас здесь, я думаю, никого не удивит, что большинство университетов Азии сильны, в первую очередь в инженерии, технологии, компьютерных науках, вообще в принципе в науках, да, той же химии и физике, и также в бизнесе и менеджменте. Так, мы с вами обсудили примерно рейтинги, да, и видим, что университетов азиатских в мировом сообществе, в мировых рейтингах много, и, кстати, если здесь я делала вам выборку по рейтингу QS, который в первую очередь оценивает не только академические показатели, то есть цитируемость, количество нобелевских лауреатов, количество научных статей, но этот рейтинг оценивает еще и трудоустройство, да, то если мы посмотрим, например, азиатские университеты в рейтинге, господи, шанхайский, ну, естественно, да, шанхайский рейтинг все-таки сам по себе азиатский, поэтому он больше имеет туда тенденцию, но в шанхайский рейтинг он более академический, в Азии более академическое образование, более нацелено на науку в любом случае, то там азиатских вузов будет еще больше, да, то есть здесь вузы представлены азиатски довольно широко. Мы с вами обсудили рейтинги, но также при выборе страны, конечно, страны и вузов важным является выбор страны обучения, да, по каким факторам студенты выбирают себе страну. Конечно, это вот расходы на обучение, на жизнь, к этому мы сейчас с вами придем, это возможность работы во время обучения и после обучения, возможность получить практику и в целом, конечно, имидж страны. По этой табличке мы видим, что большинство студентов в 23-м году, конечно, уехали в Китай и Южную Корею, в Китай практически уехал полмиллиона студентов, несмотря на ковид, но путем нехитрых исчислений, да, если мы посчитаем, то мы поймем, что наибольший процент иностранных студентов от общей популяции населения страны уехали все-таки в Сингапур, да, хотя он у нас практически самый последний в этом списке, а в Сингапуре довольно большое количество иностранных студентов соотносительно к населению, именно за счет высокого уровня безопасности, хорошей экономики, да, высокий уровень жизни и хорошие рейтинги. На следующих слайдах мы посмотрим более подробно вот как раз критерии выбора по стране, вот эти показатели. Здесь вы видите стоимость обучения и расходов на проживание, да, во второй табличке в каждой из этих стран, и стоимость у нас идет в пересчете на доллары для избежания путаницы, да, в каждой стране своя валюта. Самое недорогое образование это Китай и Южная Корея, примерно от 3, где-то до 4,5 тысяч долларов в год стоит обучение. Малайзия средний ценовой сегмент, это где-то 7-10 тысяч долларов в год стоит образование. И вопреки расхожему мнению, что образование экономно во всех странах Азии, это не так, Сингапур, Гонконг, достаточно дорогие страны для образования, здесь обучение обойдется примерно от 17 до 25 тысяч американских долларов в год. Расходы на проживание, ну вот, собственно говоря, та же самая картина, Китай, Малайзия довольно недорого. В расходы на проживание включено усредненное проживание в резиденции, то есть в основном студенты проживают в общежитиях, да, на кампусе. Это проживание в резиденции, это примерные расходы на питание, в год, с учетом того, что студент готовит себе сам. Расходы на страховку, на транспорт, то есть на личные расходы в том числе. Малайзия, Китай самые экономные варианты, Южная Корея чуть дороже, и стоимость всех расходов на жизнь в Сингапуре и Гонконге практически уже стремится к цене на проживание в той же Европе, да, 15-16 тысяч долларов в год, а то, может быть, в Гонконге и до 18, смотря какое жилье по метражу, 15-18 тысяч долларов в год, это примерно расходы на жизнь в Америке. Да, и, конечно, важно обсудить возможность получения стипендий на обучение. Стипендии есть, в принципе, во всех странах, но, конечно, картина немножко разная. Важно сразу же отметить несколько моментов. Стипендии бывают государственные, бывают стипендии университетов. Государственные стипендии, те, которые выдает государство, либо напрямую, либо через вузы, да, немножко разная может быть структура подачи и структура получения стипендий. Здесь, когда речь идет о государственных стипендиях, подача документов обычно отдельно, то есть отдельно подаем в университет, отдельно подаем заявку на стипендию, везде нужно все сделать вовремя. Бывает иногда даже так, что сначала мы подаем на стипендию, а потом, независимо от этого, зачисляемся в университет. Бывает и совсем, как бы, с другой стороны заход. Чаще всего государственные стипендии покрывают расходы на обучение, проживание и все личные расходы полностью, в то время как университетские стипендии обычно, опять же, обычно рассматриваются автоматически. Это как бы заранее известно, да, вот эта стипендия автоматическая или нет. Автоматическая, это значит, вы подали документы в университет, и дальше вместе с решением о зачислении вы ждете решения и по стипендии тоже, то есть вам ничего дополнительно делать для этого не нужно. Выйдет. Стипендия университетов обычно, опять же, покрывает расходы только на обучение и покрывает эти расходы частично, да, это обычно суммы от 10 до 50% от стоимости обучения, и чтобы вы не путали слово стипендия, это не стипендия, как мы себе представляем в России, обычно зарубежная стипендия подразумевает скидку на обучение. Например, если это полное покрытие, вы просто не платите ничего, государство само покрывает ваши расходы на обучение, если же это частичное покрытие, то вы просто изначально платите меньше, да, то есть университет выставляет вам счет на более маленькую сумму. Итак, сейчас у вас будет несколько слайдов с большим количеством текста, но эта тема всем интересна, поэтому давайте это обсудим. Так, я сейчас попробую сделать большой экран. Ой, нет, не надо, не будем. Я боюсь, что вы снова не увидите. Так, хорошо, стипендии вот так увеличу. Китай. Здесь самый широкий спектр стипендиальных государственных программ. Это и Chinese Government Scholarship, под которым как зонтик распределяются совершенно разнообразные стипендиальные программы, которые вот я вам расскажу только о некоторых. Значит, стипендии распространяются через университеты и подается через университеты, то есть она государственная, но она подается через вузы. Есть определенный сайт, который тоже могу вам прислать, где вот сейчас уже расположены вот все университеты, на которые можно подать там конкретно вот в этом вузе магистратуру, в этом вузе бакалавр, в этом вузе такая специальность, в этом вузе такая, да, в каждом свои особенности и требования. В любом случае, что их все объединяет? Вот, это стипендия для академически талантливых студентов, Академик или Экселент Студент. То есть, в принципе, это круглые отличники, ну, может быть, средний балл 4,7-4,8, если мы говорим про российский аттестат, да, то есть, ну, условно говоря, успеваемость 85, точно не больше, 90% из 100 и выше. Распространяется на очень большое количество вузов, до более 200, 200 с чем-то университетов я насчитала, но не распространяется на программы MBA, да, это у нас мастер в бизнес-администрейшнике, уже магистратура, и MBBS, чтобы вы не путали, MBBS – это у нас медицина. Если диплом IB спросили, какой средний балл, значит, хороший, я про это тоже еще немножко позже скажу, хороший средний балл по IB для зачисления вообще в любые университеты – это от 35, это хороший балл. Если это балл 38-39, это уже практически академик или эксцелент, 40 – это просто идеально, да, 42, конечно, не бывает. Я бы сказала, наверное, 39-40 спокойно можно подавать на стипендии, может быть, даже и 38. Ниже 38, ну, подавать на стипендии вас никто не ограничит, правильно? Ну, вот, то есть, в принципе, подавать-то можно всегда, но вот рассчитывать, наверное, 39, 38-40, вот так. На эту стипендию есть ограничения по возрасту, здесь вы ее видите, есть требования по справке о несудимости, медсправка там требуется, но сейчас-то все не настолько сложно, несудимость вообще онлайн заказывается, делается иногда даже за неделю. Вот, стипендия-то покрывает все. Обучение, медстраховку, ежемесячные выплаты, проживания в резиденции, но необходимо знание языка, на котором вы поступаете, соответственно, если программа на английском, и она есть в списке, вы видите этот университет, там есть программа на английском, пожалуйста, да, это вполне себе может покрываться. Но знание языка обязательно, несмотря на то, что даже есть, вот, стипендия Confucius Scholarship, это тоже внутри государственной стипендии, да, ответвление. Confucius Scholarship распространяется на подготовительные курсы китайского языка в университетах и для преподавателей китайского, которые учатся на преподавателей. Так вот, несмотря на то, что как бы у нас есть стипендия, покрывающая языковые программы, на нее тоже требуется знание языка, знание китайского в данном случае, потому что программа подготовки по китайскому языку и уровень требуется HSK 2, вот, да, китайский. Если же это преподаватели, то HSK 4. HSK 2, это условно А2, то есть чуть ниже среднего. То есть в любом случае на все стипендии Китая, то есть вы можете просто зайти в интернет и посмотреть, что они распространяются на подготовительные курсы, да, тем не менее знание языка необходимо. Вот что я хотела сказать. И это только государственные стипендии, понятное дело, что есть еще и стипендии отдельно университетов, которые не идут от государства, которые распределяют вузы, но чаще всего это, вот, опять же, скидки, да, то есть это может быть, там, ну, условная стоимость обучения в Китае, там, 250, 300, 400 тысяч рублей в год, да, если мы пересчитаем это на рубли, ну, там, скидка 50 тысяч, да, какие-то такие суммы. А сроки подачи на стипендию самые поздние в Китае, да, то есть они продлятся примерно до конца апреля, смотря какой вуз. Так, один момент. Стипендии Гонконг. Здесь скажу вам сразу, что несмотря на то, что государственные стипендии есть, да, она присутствует, и она делится на тоже несколько категорий, то есть это стипендия для студентов бакалавра за академические успехи, стипендия для бакалавра за таланты в сфере спорта, музыки, креативного искусства, инноваций, науки. И третья стипендия для магистров, вот это фэллоушип с кем, это магистратура и PHD. Несмотря на то, что эти стипендии есть, их получить реально могут только талантливые студенты, то есть на практике недостаточно быть просто отличником, просто иметь хорошие оценки и знать язык. Необходимо иметь, вот Гонконг и Сингапур, чем отличаются от остальных стран в нашем сегодняшнем обсуждении, что необходимо иметь какие-то международные или национальные знаки отличия. То есть это могут быть международные олимпиады, бывает такое, вот часто наши ребята, которые участвуют в международных соревнованиях по физике и математике, это могут быть национальные награды, причем это вот, если, например, это сфера музыки, это национальные награды, у нас были там пианисты, скажем, которые юношеские, там какие-то награды на крупных концертах принимали именно национального уровня, спорт тоже самое, то есть это нерегиональные какие-то отличия. Получить финансирование реальнее на программы магистратуры PHD, то есть если мы говорим о бакалавре, то это вот что-то, какие-то знаки отличия обязательно. Если эта магистратура здесь реальнее, просто за счет того, что она идет за счет исследовательской деятельности в первую очередь, если тема интересная, если студент что-то интересное написал в своей диссертации и продолжает научную деятельность в этой сфере, обычно это инженерия, биология, химия и так далее, но бывает астромомия, например, то это реально. Распространяются эти постстипендии только на государственные, естественно, университеты Гонконга, вот их список, их буквально немного. Сроки подачи на эту стипендию зависят от университета, то есть подача идет через ВУЗ, и это обычно до 15 января, чаще всего подача документов, но здесь просто места не хватило. Конечно, есть и внутренние стипендии университетов, и это скидки. То есть вот здесь более-менее покрытие почти полное обучение на государственные стипендии, а внутренние скидки университетов тоже вот как небольшие бонусы, условно, вы платите на 10-20% меньше за обучение, и здесь в первую очередь на основании просто ваших оценок, то есть подача документов идет, вам могут дать небольшую скидку на основании того, что у вас хорошие средние баллы. Так, если мы говорим о Сингапуре, здесь очень интересная государственная программа. Называется она Tuition Grant Scheme, и несмотря на свое озвученное название, грант, это система частичного финансирования стоимости обучения для иностранных студентов. Местных студентов эта схема финансирует полностью, видимо, поэтому она и называется грант. Но там несколько градаций, схема 1, точнее, скин A, B, C. Вот у нас мы попадаем под категорию C. A – это местные граждане, B – это те, которые имеют резидентство, то есть проживают на территории страны долго, но гражданами не являются. И схема C – это как раз не граждане. Вот у нас мы не граждане, и у нас покрытие обычно составляет около 50%. Там не процентом соотношения, а там просто идет полная цена и цена после гранта, да, и примерно это 50% скидка. Здесь интересно тем, что студент опять же подает на этот грант в университет, да, она покрывает программы дипломные в Сингапуре. Есть короткие программы, там, типа, двухгодичные в политехнических университетах. Здесь вы видите политехники, да, ниже, которые, кстати, тоже очень сильные университеты, тоже на нянский политех, очень даже там силеный сингапурский политех. Соответственно, она покрывает диплом, короткие программы, бакалавр, магистратуру, даже PhD в том числе, я просто не указала, докторские программы, полные, покрывает частично расходы только на обучение, проживание студента плачивает самостоятельно, и подача идет, при подаче в университет студент просто отмечает, что я хочу получить грант. Далее вы подписываете сразу же обязательства тут же в заявке, что вы, если вы получаете грант, вы обязаны подписать договор, течение грант-агремент с государством Сингапура, и поэтому грант-агремент вы должны будете отработать в Сингапуре по окончании обучения в течение трех лет на работе фулл-тайм, не обязательно по сфере вашей деятельности, но тем не менее вы должны постоянно три года отработать в стране, можно в разных компаниях, и обязательно компания должна быть сингапурская, должна быть зарегистрирована в ней, должна платить налоги в Сингапуре, ну и на вас в том числе. Стипендия распространяется на ограниченное количество вузов, это, собственно, более-менее все государственные университеты Сингапура. Студент, что интересно, который поступил, то есть который подал, отметил, что хочет получить грант, и поступил, его автоматически получит, то есть нет такого, что вы поступили, но грант не получили, если вы галочку поставили, вы его получите. Несколько спорный момент, можно ли после этого все-таки агримент не подписать, не знаю, у нас такой ситуации не было, закона, в принципе, вы должны. Если студент не нашел работу, хотя такой темы там даже не обсуждается, в принципе, то есть работа в стране есть, есть скорее вопрос, если студент нашел такую работу, которая ему не нравится, либо вдруг решил все-таки в этой стране не работать по окончании своего обучения, то это уголовная статья, которая подразумевает первоначальное обязательство выплатить все деньги государству обратно, то есть условно 50% вам скидку дали, вы должны их все вернуть, и плюс пени, то есть там каждый год, насколько я помню, начисляется еще и как бы штраф, пени сверху, какой-то процент. Так, что еще важно, да, подача документов вот на эту стипендию зависит от университета, и сроки здесь от 15 января до 31 марта, сроки подачи в вузы. А в университетах, а, что также важно, если вы подаете на грант, то есть отмечаете, что вам нужен грант, то далее, когда вы поступили, вы можете еще и подавать в университет на университетские стипендии, если мы говорим только об этих государственных вузах, да. Если же вы на грант не подаете, отмечаете, нет, я не хочу грант, я хочу платить полную стоимость, нон-субсидайс называется, не субсидированная стоимость, то тогда вот в большинстве университетов, куда мы подаем, это вот все практически первые шесть, у них правило такое, на стипендии вуза вы подавать уже не можете, вы не можете на них рассчитывать. Хотите не субсидировано платить, платите по полной, никаких стипендий у вас не будет. Однако, конечно, некоторые вузы, как я вам уже говорила, в Сингапуре есть не только государственные университеты, именно Сингапура, есть университеты той же Австралии, есть университеты, там, той же Канады, или той же Великобритании, они тоже выдают стипендии, ну, тоже университетские стипендии в формате скидок. Так, мы подходим к концу стипендий. Южная Корея. Очень популярная государственная стипендия, Global Korea Scholarship, на которой мы получаем массу запросов, и, возможно, вы уже тоже о ней слышали. Да, эта стипендия государственная, она покрывает все расходы на обучение, на проживание, на страховку, там даже перелет и на адаптацию, в общем, там есть довольно много выплат, на программы и бакалавра, магистратура, и докторантуры в большом количестве университетов, но посмотрите на квоту. Идет квотирование количество стипендий по стране. Для России выдано на 2024 год 34 места на магистратуру и докторантуру, и всего одно место на программу бакалавра, то есть всего одно на всю страну. Подавать, конечно, можно, но мы не получали ни разу. Ну, и на самом деле не очень хотим подавать, потому что будет большое количество студентов, которые будут расстраиваться, что они ее не получили. Поэтому, конечно, здесь есть ограничения и по языку, и по возрасту, и там, значит, если вы топик, топик это знание корейского, сдали в теории или IELTS и TOEFL, вам топ-баллы. В эту программу Global Korea Scholarship включен в год изучения корейского языка, то есть он тоже финансируется. Ну, просто если студент уже условно начал учить корейский, то вам даются дополнительные какие-то баллы за это. Либо если вы хотите поступать в региональный университет, не в Сеул, да, более там, отдаленные университеты, то вам тоже будут дополнительные за это баллы. Ну, исходя из этого, конечно, реальнее рассматривать стипендии университетов. Есть вузы. Во-первых, большинство государственных университетов Южной Кореи работает по такой схеме. У 90% нет входных стипендий, то есть мы подаем документы, и получение стипендий сразу же невозможно. Вы можете приехать на обучение, включая подготовительные языковые курсы, и получить скидку на образование от 20 до 50% на дальнейший семестр. То есть университет, условно говоря, посмотрит, как вы учитесь первый семестр, посмотрит на вашу посещаемость оценки, и лучшим студентам выдаст скидку на обучение на последующие семестры, и это вот распространено везде, во всех вузах. Но есть и часть университетов, которые, во-первых, и выдают стипендии от 50 до 100% на вход, то есть когда мы только поступаем на входные заявки. И есть также университеты, обычно это университеты региональные, не силы, и чаще всего технические, с технической направленностью, с научной направленностью, которые принимают студентов исключительно бесплатно. То есть там полностью покрывается обучение, проживание, страховка, все расходы, но обычно количество студентов, поступающих в такие вузы, конечно, невелико. Вот как пример здесь, куда мы поступали, это Ульсан Institute of Science and Technology и Гванджу, университет такой же науки и технологии. Ульсан принимает в год около 15 студентов в целом, а Гванджу как бы заявляет, что они не кватируют количество студентов, ну, естественно, список ограничен, просто, ну, список, извините, количество ограничено, но университет просто не говорит, сколько их будет приниматься. Стипендия в Малайзию. Здесь есть тоже государственная стипендия, но, к сожалению, она покрывает расходы только на обучение, ну, на все расходы, на магистратуру, докторантуру исключительно, и, соответственно, там нужно знать английский язык и иметь ограничение, то есть есть ограничение по возрасту, но это тоже просто для академически сильных студентов, у которых более-менее отличный средний балл. в Малайзии большинство университетов дают стипендии, то есть практически все, которые я встречала, у них у всех широкая стипендиальная собственная программа, это, опять же, скидки от 10 до 50%, это и Asian Pacific, извините, и Малайя, и Куала-Лумпур, у всех есть скидка, есть, ну, соответственно, тоже стипендии выдают и не то, чтобы частные университеты, да, ну, просто не государственные малазийские, а именно британские, например, университеты, у них тоже, у них и изначальная стоимость обучения дешевле, чем в Британии, тот же там университет Нотингема, тот же Хирьотвод, например, да, то есть британские вузы, имеющие свои кампусы в Малайзии, у них изначальная стоимость обучения ниже, но и И сверху также они выдают стипендии для ребят с высоким уровнем оценок. И есть часть университетов, которые финансируют еще спортсменов. У них это тоже довольно широко распространено. У которых есть заслуги на национальном, международном уровне. Это обычно, ну, то есть там на самом деле любой спорт. Но вот чаще всего это все-таки теннисисты, да, пловцы, футболисты. Но вообще любой спорт абсолютно. Они могут рассмотреть, вплоть до гандбола и так далее. Далее, да, здесь мы видим список необходимых документов. Конечно, он не полный, да, то есть это примерно список документов для поступления. Понятно, что если условный студент поступает на архитектуру или дизайн, то потребуется портфолио. Если это магистратура или докторантура, то, конечно, требуется там последняя диссертация переведенная. А требуется, скажем, публикации. То есть у всего, конечно, есть свои нюансы, но в среднем это по каким документам вы поступаете. Да, что у вас самое основное – это выписка оценок. Если это IB, то это предикты, да, и ваши предыдущие оценки в том числе. Например, если мы говорим про IB или российский аттестат и о поступлении в Гонконг и Сингапур, вот у них прям свое отличие, да, как я вам говорила, во-первых, для них очень важны награды на национальном или международном уровне. Для них очень важна групповая деятельность, очень. То есть там спортсмены, которые знают, что это такое работать в команде и так далее. И для Сингапура и Гонконга в принципе важны только оценки. То есть вот награды на национальном уровне или международном и оценки. Все. Им не важно, там, не мотивационное, по большому счету, не рекомендательные письма, там, не резюме. Вот есть, вот награды, вот оценки. Все. У них вот как бы такая особенность, они смотрят только предикты, да, только вот то, что ожидается по IB. В других университетах, в других странах немножко другая ситуация. В том же Китае, Малайзии, в Южной Корее они смотрят оценки за несколько лет обязательно. Если у вас IB, то это предикты и предыдущие два года. Если эти статы, то это за три последних обычно года ваши баллы. Ну и важно, что Государственные университеты Сингапура и Гонконга не принимают эти статы на первый курс. Нужен дополнительный год Российского университета по профилю. Остальные вузы поступаем сразу же на первый курс. Понятное дело, что здесь есть резюме, да. В любом случае в некоторые вузы рекомендательное письмо. Мотивационное письмо бывает разным, бывает общим, бывают отдельные ответы на вопросы. Да, там какие у вас были провалы, как вы победили себя, да, чему вы научились, в какой момент вы почувствовали, что вы взрослый. А если это там магистратура, то там бывают вопросы, кем вы видите себя через пять лет, какие у вас там short-term, long-term, career goals, какое ваше крупнейшее достижение, да, ну, совершенно разные бывают моменты. Также здесь по поводу, да, сертификата на знание языка. По языку в первую очередь мы рассматриваем страны с точки зрения того, что здесь много программ на английском языке. То есть мы фокусируемся в первую очередь на обучении на английском языке. Поэтому я в первую очередь пишу вам про сертификаты IELTS или TOEFL, да, для поступления. У IELTS обычно требуется балл 6,5 или 7,0. По TOEFL это 90 и выше. Если мы, вот опять же, например, нацеливаемся на университеты типа Гонконга и Сингапура, то желательно IELTS 7,0 TOEFL 100, да, то есть стремящийся вот к C1, да, уровень. Если же студент учится на программе IB в зависимости от вуза. То есть, например, если у вас на программе IB есть предмет английский, то, скорее всего, ничего больше от вас не потребуется. То есть либо English, либо English Literature, то больше ничего от вас не потребуется. Никакое подтверждение будет не нужно. Но также, например, в Сингапуре студенты, которые последние поступали, там английский не требуется достаточно того, что вы просто делаете IB. То есть здесь надо уточнять по IB, потребуется вам сертификат или нет. Либо же некоторые студенты, да, готовы поступать со знанием корейского и китайского языка. На корейский требуется топик, на китайский и ЧСК. Но чаще всего, если ребята хотят учиться на национальном языке, то в этих странах, в Корее и в Китае, уезжают на подготовительные годовые курсы этого языка. Или корейского, или китайского. Курсы проходят при университетах. То есть сначала выбирается университет, где вы хотите дальше учиться, ну, в теории, да, на программе бакалавра или магистратуры. И едем, учим язык. Значит, по срокам, да, здесь указаны крайние сроки подачи заявок. И, в принципе, документы тоже в большинстве с вами подходят и на стипендию. На самом деле, ну, как мы уже говорили, да, в университетах во многих стипендии автоматические. То есть это и есть весь список того, что вы можете предоставить. Самые ранние сроки подачи у нас в Гонконг, Сингапур. Это либо 15 января бывает, либо в Сингапуре до 30-31 марта в этом году. В Китае до конца апреля, а бывает и до июня принимают документы. Здесь все зависит от университета. Но до 30 апреля это срок на стипендию. Если мы говорим про Южную Корею, то здесь тоже немножко зависит от университетов. Но обычно на осень до 30 марта. В Малайзии много дат начала обучения в году. Бывают 2 даты, бывает даже 4. Поэтому более-менее прием круглый год. Но если мы говорим про Малайзию, тот же университет Малайя, да, Малайзийский или Куалумпур, у них только открылся прием на осень. Сейчас, секунду. Так, вопрос. Если в России получить диплом IB, возможно ли поступление сразу на первый курс университета Сингапура? Да, возможно, IB полностью подходит для поступления на первый курс в Сингапур и в Гонконг, ну и в остальные страны, естественно. Вообще IB самая сложная система среднего образования, поэтому вы будете приняты в любые страны, то есть совершенно. На первый курс в Великобритании без фоундейшн, на первый курс в Италии без фоундейшн, на первый курс в Германии. Все это возможно. Единственное особенность, что в Сингапуре, сейчас у нас тоже студенты поступают с IB, в Сингапуре подаются предикты, университет смотрит эти баллы, может дать кондишнл оффер, то есть условное письмо о зачислении, ну как и в остальных странах тоже самое, но университет будет ждать финальных баллов по IB, потому что, например, с A-Level, скажем, мы поступали, они не ждут, потому что A-Level выходит очень поздно, а IB у вас выйдет, извините, какого-то мая. Вот результат. В течение трех дней обязательно предоставить баллы в университет, предоставляются они через систему IB, куда ваш координатор просто вносит эти университеты, а в университеты сообщается ваш код, IB-код. И они в течение трех дней получают результат и примерно в июне выносят решение. То есть с IB поступать можно, но вынос решения будет поздний. Ну вот так вот. Ну они довольно быстро делают визу. До визы мы сейчас, кстати, дойдем, там вообще все довольно-таки легко. Хороший балл для поступления в Сингапур по IB, как я уже говорила, это балл выше 35, для рассмотрения, но хороший балл, это 3738. И есть требования по предметам, то есть high-level, senior-level, какие предметы нужно учить, здесь надо смотреть по вашей специальности. Часть университетов еще можно подавать до конца марта. Извините, не до конца, насколько помню, до 19 марта все-таки. Значит, по поводу права на работу. Многих студентов, естественно, интересует, можно ли работать, можно ли остаться в стране на работу и так далее. Начнем с права на подработку, которое есть у студентов во время учебы. В Азии все не так однозначно, как в Европе, или в той же Америке, да, или в той же Австралии. Потому что в этих странах изначально вы получаете студенческую визу, и с ней вы автоматически получаете право на подработку. В какой-то стране 20 часов, где-то 15, 16, где-то там каникулы, где-то на кампусе. В общем, в Азии все не так просто. Здесь все, в каждой стране свое. Значит, право на подработку во время учебы автоматически есть только в Сингапуре, и это 16 часов в неделю во время учебы и полный рабочий день в каникулу. В остальных странах право на подработку можно оформить отдельно с разрешения и с помощью вуза. Например, в Южной Корее и Малайзии. При этом в Южной Корее нужно именно одобрение университета. То есть подрабатывать можно начать только через 6 месяцев после начала обучения, именно через семестр. То есть университет должен посмотреть, как вы учитесь в семестр, посмотреть ваши оценки. Обычно там балл должен быть не ниже тройки из четырех, и посещаемость не ниже 90%. И только тогда они могут дать свое разрешение на подачу права на подработку. Это тоже называется work permit. И в Южной Корее право на подработку довольно большое. 20-30 часов в неделю. Вообще в Южной Корее, в принципе, часов в неделю много. Если честно, я вам так не скажу, но, по-моему, до 52 часов в неделю может работать. И это еще сокращенное право на... Как бы правило работы. У нас не более 40, в Южной Корее не более 52. И это еще новое правило. Это сокращенное количество часов в неделю. Южно-кореецы, конечно, работают много. В Гонконге и Китае подрабатывать можно только если сначала найти работу и потом уже, соответственно, с этим подавать на work permit. Или же, конечно, во всех этих странах можно. И часто студенты летом проходят стажировку через университет, и, соответственно, университеты оформляют вам право на эту подработку. Но обычно эти стажировки летние. Программу включены достаточно редко. Распространены летние стажировки в Малайзии, в Гонконге и в Сингапуре очень широко. В Китае, Южная Корея встречаются редко стажировки. Что такое post-study work permit в каждой стране? Вы видите внизу, есть или нет post-study work permit. Это автоматическое право оставаться в стране по окончанию обучения и искать себе работу. То есть для post-study work permit не требуется работа сама по себе, по-хорошему. В Китае и Малайзии вот права на поиск работы по окончанию обучения нет. То есть студент заканчивает обучение и покидает страну, если не нашел себе работу или не перешел на другую категорию визы, или, например, на рабочую визу. Поэтому в Китае и Малайзии необходимо задумываться над, если студент хочет остаться в этих странах, задуматься над поиском работы заранее, чтобы, соответственно, перейти на рабочую визу. Но Китай будет вводить право на работу в ближайшее время, это точно. То есть там такие разговоры уже идут. Вот мы это ожидаем. Дальше. Post-study work permit есть в Южной Корее. Это право автоматическое на поиск работы 6 месяцев. Выдается по... Ну, то есть автоматически есть 6 месяцев. Дальше оно может продлеваться до 2 лет. Право на поиск работы. Это виза D10. Но она, ну, как бы по-разному, да, она выдается по бальной системе. Там учитываются разные моменты. Чем ты моложе больше баллов, знаешь корейский больше баллов, быстро его выучил больше баллов, работал ли ты официально и платил ли налоги во время учебы больше баллов, ну, и так далее. Там много разных факторов. В Гонконге тоже право на работу есть и выдается на срок до 24 месяцев. И несмотря на то, что в Сингапуре официально права на поиск работы нет автоматически для выпускников, если выпускник не нашел себе работу, да, то он может оформить себе визу длительного пребывания, это Long Term Visit Pass, и искать себе работу до 2 лет. Так, ну, если мы говорим о визах, здесь в первую очередь скажу, что ситуация с визами вообще по миру, со студенческими визами, не с туристическими, именно со студенческими практически не изменилась. То есть есть просто часть европейских стран, которые не выдают студенческие визы, не принимают россиян. Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. То есть по миру вот все. Все остальное, как работало, так и работает. При этом даже те страны, которые не выдают туристические визы, например, Голландия, как пример, выдают студенческие. Поэтому здесь у нас все работает, студенты едут. В Азии все еще проще. Азиатские страны в подавляющем большинстве делают визы сами, то есть университеты чаще всего делают визы за студентов, являются спонсорами оформления виз. И практически от студентов не требуется никаких серьезных документов. Только Китай и Южная Корея требуют физической подачи документов, студенту нужно будет собрать комплект и подать документы в посольстве. Однако в Китае единственная особенность – выписка из банка нужна, а и справка о подсутствии судимости нужна. Также там есть медицинская справка, она оформляется в университет и потом подается уже и в посольство. Южная Корея – только медкомиссия, больше никакой особенности нет, то есть там ни справка с работы, ни финансы, ничего не нужно. Приглашение от вуза зачислено в университет, прошел медкомиссию, это флюорография и, собственно говоря, вся подача. В Гонконг, Сингапур, Малайзия визу оформляет сам университет. Немножко по-разному Гонконг полностью делает университет и визу прям присылает, и мы ее физически вклеиваем в паспорт сами. Сингапур, Малайзия оформляет разрешение на пересечение границы, с которым студент границу пересекает, на месте регистрируется и получает уже студент паспорт. То есть разрешение на пребывание и учебу. Да, вы спросили, сначала мы подаем документы в Сингапур, затем ждем результатов IB и с этим же результат зачисления. Да, все верно. Сначала подаем заранее, естественно, с предиктами, и результат просто вы получите не через 5 недель, не через 6 недель, а только когда вы получите результаты IB, баллы по IB. Ну, в принципе, наша с вами встреча подходит к концу, вот, то есть финально там у меня пара слайдов по поводу профессий, да, многие спрашивают, куда обычно студенты едут. Я считаю, что это, конечно, неправильный вопрос, то есть, может быть, в какие страны обычно студенты едут, это хороший вопрос. А, скажем, какие профессии обычно выбирают студенты, я считаю, не очень правильный вопрос, потому что профессия, конечно, у каждого своя, да, и нельзя выбирать ту, которую выбирают все. Однако, вот, здесь вы видите самые популярные профессии, куда уезжают студенты, все это у нас широко представлено в разных университетах. Компьютерные технологии, да, очень много студентов, бизнес, ну, классически, да, все едут, креатива все больше и больше, в основном это как раз графический дизайн, иллюстрация, анимация, гейм-дизайна тоже много. Маркетинг также часто встречается, как и бизнес у мальчиков, маркетинг у девочек. Ну, маркетинг это обычно коммуникации и медиа, но на самом деле не только, не только так, да, не только это у мальчиков, это у девочек. Архитектура очень широко, инженерия, да, как таковая, очень широко тоже представлена, это и механическая инженерия, да, механиковый инженеринг, это и гражданское строительство, архитектура как ответвление гражданского строительства, устойчивое развитие очень тоже развито. Архитектура в Малайзии замечательная, конечно, в Сингапуре, да, собственно говоря, на самом деле везде. Но хочу обозначить важный момент, что даже те ребята, у которых есть какая-то одна сильная сторона, ну, условно говоря, студент везде учится хорошо, но имеет интерес только в математике, скажем, да, интересно, легко дается только математика или там компьютерной технологии, даже эти ребята испытывают проблемы с выбором специальности, то есть не надо думать, что вы такой единственный, и остальные точно знают, кем хотят быть, обычно никто не знает, кем хочет быть, даже если у тебя есть биология, скажем, сильная сторона, да, ты можешь быть и врачом, ты можешь быть и фармацевтом, ты можешь заниматься биоинженерией, биотехнологиями, вариантов масса, поэтому сложно всем. Ну, и плюс с учетом таких больших изменений, да, вообще, в принципе, по работе, в экономике, в технологиях и прочее, нужно понимать, что каждому студенту, скорее всего, придется потом что-то переучиваться или доучивать, да. А для таких ребят, которые вообще не знают, кем хотят быть, хороший вариант – это выбор междисциплинарных программ, которые есть, представлены широко в Сингапуре, Гонконге, Малайзии. Междисциплинарные, ну, например, бизнес плюс IT, например, психология плюс коммуникации, там, ну и так далее, да, то есть разнообразные комбинации двух мейджоров, двух специальностей. Но в Китае и в Южной Корее образование более традиционное, там обычно таких специальностей нет. Здесь просто слайд для вашей информации, у нас есть услуга профориентации, которую можно у нас заказать, это кембриджский тест, собственно говоря, почитается, да, то есть это кембриджский тест и плюс консультация с профориентологом, полностью проходит на английском языке, основная его особенность – это то, что можно скомбинировать. Этот тест комбинирует ваши пожелания и ваши возможности, то есть во время теста вы не только высказываете ваши интересы, но вы и пишете небольшое тестирование на логику, на пространственное мышление для тех, кто хочет быть дизайнером или архитектором, там есть также там что-то с языком, да, анализ текста, ну и так далее. То есть он выделяет, он делает мэтч ваших интересов и ваших способностей. Так, вопрос. Насколько актуальна киносфера в Азии? Есть ли направление обучения? Конечно, программы есть, и даже, например, ну в первую очередь, я вам скажу, Южная Корея, все-таки, потому что они снимают достаточно большое количество дарам, и дарамы популярны, вот просто особенность, да, популярны, поэтому программы есть даже на английском языке, да, съемки кино и так далее. Но надо понимать, что даже если программа есть на английском, вам придется учить корейский, вы никак не сможете работать в этой стране без языка. Просто вы сможете учить его во время обучения, да, во всех университетах есть курсы национальных языков. Реально ли поступить в Национальный университет Сингапура? Сколько студентов поступили, в чем сложности? Скажу вам откровенно, поступали только магистры. Подавали бакалавры в том числе, поступали только магистры. Национальный университет Сингапура, очень строгий отбор по оценкам, то есть, и вот как я себе представляю, в основном студенты, которые идут с IB или с A-level, имеют средний балл примерно по IB 35-36, это не проходный балл. Ну, то есть, нельзя вам сказать, что нельзя подавать, но, может быть, на вашу специальность и в конкретно этом году 35-36 пройдет, да, поэтому нельзя сказать, ну, не подавайте, вы не сможете, но реально достаточно сложно. То есть, я бы сказала, что если это поступление с IB на бакалавра Национального университета Сингапура, этот балл должен быть 38-39, вот это реально. 35-36 в Гонконгский национальный поступали, в Гонконгский университет Science and Technology, по-моему, называется, HKUSD. Можно ли подавать одновременно несколько университетов? Да, конечно, можно, в Сингапуре таких ограничений нет, в принципе, вообще ни в каких странах, которые мы обсуждаем, таких ограничений нет, по количеству вузов студенты подают сейчас очень часто в разные страны даже одновременно, там два вуза там, три вуза там и так далее. Здесь главное качественно планировать вот в этих там, в этой стране решения выйдут в это время, в этой стране в это время, в этой стране я визу буду столько делать, в этой столько, вот в этой стране можно жилье забронировать заранее, а в этой стране только когда я поступил можно забронировать жилье. Тогда что же я буду делать, если вот в этой стране у меня уже надо жилье бронировать и деньги платить, а в этой стране еще нет решения, да, то есть вот такие организационные вопросы имеют большое значение, чтобы вы не оказались в состоянии панической атаки, да, когда вы ждете решения. Ну вот, собственно говоря, по большому счету, по нашей встрече мы подошли к концу, почему-то по Азии у нас студентов немного, всего 7-6, получается, участников, по даже Великобритании и США было, я не знаю, больше 20, это удивительно, мы ожидали сегодня, что студентов будет много, возможно, просто начали рано, вот, и просто всем вам разошлем это дело, и студенты посмотрят, потому что Азия пользуется большой популярностью, особенно Южная Корея невероятной, скорее всего, за счет того, что это все-таки Сингапур и Южная Корея, вот из этих стран, они самые европеизированные, да, несмотря на то, что там очень большой, большая особенность менталитетов, да, очень, там, Сингапур-азиатская страна, да, Южная Корея в любом случае, но они очень европеизированные, Южная Корея на данный момент запускает специальный проект, вот, то есть Китай привлекает иностранных студентов, привлекает массово, очень много привлекает иностранных студентов, очень работает над этим, поэтому у них такие большие стипендии, Китай привлекает для того, чтобы себя раскрыть, выйти на рынок, да, то есть, чтобы распространять китайский язык, чтобы распространять китайскую, ну, как бы, ну, не политику, а вот Китай, да, чтобы Китай был представлен везде, чтобы распространять свой бизнес, в то время, как, например, Южная Корея сейчас пытается привлечь более, по-моему, 300 тысяч студентов в год, у них цель, и именно для того, чтобы студенты остались и работали в Южной Корее, как Германия это делает, то есть, им нужны кадры, у них это очень американизированная страна, у них очень сильно падает рождаемость, да, это удивительно для азиатской страны, как бы, для нас, казалось бы, Азия же должна рожать, но нет, они совершенно европейцы, вот, и там, как бы, очень замечательные города, вот, не было бы Северной Кореи рядом, все было бы вообще прекрасно, но так, как бы, сейчас-то все спокойно, и все эти годы все очень спокойно, но там замечательная природа, и там недорого, вот, и учиться и жить по такому качеству. Есть ли в Китае университеты с программами на английском языке, извините, уже заплетаюсь, и какие в Китае масса университетов с программами на английском языке, скажем так, назвать вам, вот, прям сейчас я не смогу, просто потому, что многие, я даже не произнесу, думаю, это и Шанхай, и Пекин, Пекинский университет, и Фудан в Шанхай, и сам Шанхайский, и Шанхайский гуманитарный, в Китае миллион университетов, это и Гуанчжоу, и Гуанчжоу, у меня уезжали студенты, и куча разных названий, которые, если честно, я даже не скажу, но нужно понимать, что в основном, конечно, это специфические программы на английском языке, в каком смысле, это те программы, куда можно зачислить студентов, те, куда студенты хотят идти учиться, это на английском, это в первую очередь международная торговля, есть журналистика, встречалась, но это редкость, политика, политология, естественно, все виды бизнеса, финансов, экономики и так далее, маркетинг, и, конечно же, в первую очередь компьютерная технология и инженерия, иногда разнообразнейшая инженерия есть на английском, и иногда бывает, встречается чистая наука, то есть вот биология, химия, но реально найти нужно все, что угодно, то есть если вы не поставите, ну, вот условно, наверное, нет, я не встречала ни дизайна, ни кино, ни архитектуры, гостиничный бизнес, да, сто процентов гостиничный бизнес есть, и не один, и в большом количестве, вот, и в крупнейших городах, и в небольших городах, и где угодно, то есть здесь я вам, собственно, пришлю, вот смотрите, сейчас, одну секунду, если вы пришли от школы, да, то вот здесь последняя страничка, да, слайда, контакты, соответственно, я пришлю вам эту запись, или ваша школьная преподавательница, и вы сможете со мной связаться, вы просто пишите, что у меня есть IB, или у меня есть эти стад, я заканчиваю школу, или я заканчиваю через год, я хочу заниматься гостиничным бизнесом, я хочу программу на английском языке, пришлите мне, соответственно, я вам пришлю варианты, если они вам будут интересны, захотите с нами работать, будете работать, не захотите, тогда, соответственно, сами туда поступите. Какой университет Сингапура посоветуете с гостиничным бизнесом? Национальный университет Сингапура точно есть, Сингапур менеджмент нету, есть разнообразный бизнес-маркетинг, там нет гостиничного бизнеса, в Сингапуре не так много университетов, но в Сингапуре точно есть политех, с полным бакалавром по гостиничному менеджменту и бизнесу, просто надо вам подобрать. Социология, конечно, есть на английском, да, ну то есть все это есть, поэтому вы просто как, я понимаю, что вы, ну, хотите, чтобы я вам назвала, я не то чтобы скрываю, я не знаю, по причине того, что университетов очень много, то есть у нас нет ограничений, у меня нет как бы таблички университетов, с которыми, скажем, мы работаем, да, их там всего 10 или 5 по каждой стране, это абсолютно все вузы, если есть студенты, которые сейчас поступают на эту специальность, то они условно у меня сразу же всплывают в голове, я помню, но даже если это уже студенты прошлого года, которые поступали условно на социологию, я уже не вспомню, просто слишком, слишком много, поэтому я с удовольствием вам подберу, просто мне пришлите запрос или позвоните, я вам подберу, а дальше вы уже решите, хотите вы нашей помощью пользоваться или не хотите, да, это уже решение ваше. Я пока останавливаю запись. Вот, если у вас больше нет вопросов, то мы заканчиваем, я очень рада была, что вы присоединились, мы пришлем вам запись и пришлем отдельно, я попрошу тоже, да, вам тоже большое спасибо, прислать именно презентацию, потому что там, видите, вот все эти кучи-кучи текста, да, там ссылок нет, я хотела вставить, но потом думаю, нет, если вы спросите, я вам пришлю ссылки на все эти стипендии, на официальные сайты, да, решила все-таки не вставлять, лучше извините. Вот, все, я вам пришлю, а дальше там, пожалуйста, делайте сами, делайте не сами, как хотите, я буду рада вам помочь. Все, всем спасибо, это я, ой, закрываю. Все, всем до свидания, хорошего вечера. Все, всем пока.